Сергей Шойгов в наш город прибыл, чтобы принять в боевой состав флота атомный подводный ракетоносец Юрий Долгорукий. На церемонии поднятия флага побывала и Анна Бибикова. Юрий Долгорукий – это головной стратегический ракетоносец четвертого поколения. Он был заложен на Севмаши еще в 96-м. Спустя 11 лет в 2007-м его вывели из цеха. Затем был пуск реактора, швартовные ходовые испытания. Корабль совершил 20 выходов моря и провел стрельбы баллистической ракетой комплекса «Булава». А буквально через несколько минут его примут в состав военно-морского флота страны. Товарищ министр обороны Российской Федерации, отчетный караул не должно прибыть и обостровать. Начальник караула, капитан Венеурага Макеев. В торжественном подъеме Андреевского флага, который символизирует фактическую передачу корабля, принял участие и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. О приеме в состав военно-морского флота подводного ракетоносца он доложил Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину с центрального поста лодки по закрытому каналу видеосвязи. В конструкции АПЛ типа «Борей» использованы достижения, улучшающие гидродинамику корпуса и снижающие шумность. «Флаг, гюльз, серьговый флаг, флаги рассвечивания, поднять!» «Аналогичное подобное событие происходило 30 лет назад, когда в 1981 году был поднят флаг на головном заказе проекта «Акула». Я напомню, что тогда предприятию был вручен орден Ленина в 1984 году». Длина корпуса Юрия Долгорукова – 170 метров, максимальная глубина погружения – 450 метров. Скорость хода корабля – 29 узлов. Следующий уже серийный АПЛ этого проекта – это Александр Невский. Сейчас он проходит испытания в море Владимир Мономах. Его вывели из цеха накануне Нового года и князь Владимир, который заложили минувшим летом. «Впервые за 20 лет происходит. Во-вторых, это плановая реализация государственной программы вооружения. В-третьих, это то, что с этого момента начинается плановая реализация всей программы. И до 2020 года поступит еще 7 таких лодок». Эта серия атомных подводных лодок станет основой ядерных сил страны на ближайшие десятилетия. Именно они будут осуществлять боевое патрулирование в Мировом океане с целью исключить любую угрозу в адрес страны.